PS Vita или Nintendo Switch. Тема данного видео весьма необычная, ведь мы сравниваем совершенно разные портативные консоли разных поколений, но тем не менее постараюсь назвать плюсы и минусы той или иной портативной консоли, но вы же сами решите что для вас лучше и почему, но как обычно обо всем по порядку. Начать я хочу с портативной консоли от Sony PS Vita. Портативка весьма неплохая, с годными играми, но начать я хочу не с игр, а как обычно с ревизии консолей. Fat Vita это отличная портативная консоль, которая с стороны дизайна выглядит очень интересно. Светящаяся кнопка PlayStation чуть ли не идеальнейшим образом вписывается в данный дизайн, и мне как человеку, которому нравятся подсветки и прочие вещи, которые связаны с освещением, также понравилось данное решение Sony. Консоль выглядит интересно, стики идеальны, шифты нажимаются приятно. Сенсорный экран давал тебе понять, что перед тобой консоль нового поколения, ведь в PSP подобной фишки просто-напросто не было. И помимо сенсорного экрана появилась и сенсорная задняя панель, которая в играх реализована крайне грамотно. Конечно, не без минусов из-за того, что задняя сенсорная панель на фетке была весьма большой, вы могли случайно ее задевать, что вызывало бы определенную команду в игре. Но тем не менее, данный нюанс был исправлен с лимки, о которой мы позже поговорим. Но наличие двухсенсорных экранов это, конечно же, не все. У консоли появились гироскопы. Тоже весьма себе интересная фишка, которая использовалась в некоторых играх Vita. Это, конечно, мелочь, но приятно. Я понимаю, что Vita далеко ушла не только технически от PSP, но и множество мелких деталей дают понять пользователям, что перед вами действительно консоль нового поколения. И очень жаль, что AAA-проекты перестали выходить на Vita, ведь консоль действительно была с огромным потенциалом. Также появились камеры. У консоли вы могли некоторое время провести в необычных R-картах. Проще говоря, это карты дополнения реальности, которые шли в комплекте вместе с консолью. Vita действительно очень инновационная портативка. Выход в интернет позволял пользователям не просто играть на консоли, но в какой-то мере использовать портативку как смартфон. Вы могли играть и смотреть видео в ютубе, и просто проверить, как браузер работает на данной консоли. Такого PSP-ту можно брать в наши дни. Портативная консоль на торговых площадках зачастую продается уже с флешкой, поэтому вам не придется лишнее время тратить на поиск флешки. Однако, если флешка будет с весьма маленьким объемом памяти, то вы сможете вставить обычную CD-флешку через картридер. И посмотрев гайд в ютубе, у вас будет условно не 8 гигабайт и 64 гигабайта. Но перед тем, как всем этим заниматься, ознакомьтесь заранее со всей информацией. И данной теме полно нюансов. Фетка неплохая портативная консоль, которая может порадовать новых пользователей годными проектами, о которых мы позже поговорим. Nintendo Switch же консоль интересная. Это не просто портативная консоль гибридная, так как помимо настоящего портативного гейминга, Switch можно подключить к телевизору. Я не зря в начале сказал, что это необычное видео, так как мы сравнили совершенно разные консоли. И было бы более правильно сравнить Nintendo 3DS с Vita, либо 2DS XL. Поэтому, если сравнения консоли для вас интересны, и вы желали бы увидеть подобное видео, то не забывайте подписываться на канал и писать комментарии, чтобы я сделал видео на интересующую вас тему. Но тем не менее, Nintendo Switch может радовать пользователей не только портативным геймингом, но еще и домашним. Плюс, как раз таки, когда мы подключаем консоль к телевизору, мы можем наблюдать в играх Full HD. Конечно, не во всех проектах, однако, играя в любом случае на телевизоре, картинка будет приемлемая. В портативном режиме у нас обычное HD 720p разрешение. К слову, на видах разрешение еще меньше, всего 960 на 544. Но на виде неплохой PPI. 220. Это вполне себе хватает, чтобы картинка была приятна вашему глазу. К слову, у Switch'а PPI чуть выше 236. И картинка в портативном режиме Switch'а также неплохая и приятная. Как вы понимаете, Switch'а версия интересный вид и тем, что консоль помимо того, что она просто портативная фэтка, представляет вам гибридность. Вы можете спокойно играть дома, затем взять Switch'а с собой и поехать по делам, либо просто взять консоль с собой на улицу. А Vita же не может быть гибридной консолью. И опять же, так как это разные эпохи, возможно, кто-то скажет, что Vita более корректно сравнивать как раз таки со Switch'а Light'ом. Но сейчас мы сравниваем FAT консоли. И время Slim Vita и Light'а Switch'а скоро наступит. В любом случае, вы не сможете подключить Vita FAT к телевизору. Это для меня немного странно, так как в PSP вы могли подключить телевизор через специальный компонентный кабель. И многие обладатели Vita заметили разъём у данной портативной консоли, который нигде и никогда не использовался. Возможно, Sony хотели выпустить специальный аксессуар, позволяющий подключать Vita к телевизору. Но в любом случае, данный непонятный разъём в Slim'ке убрали. Однако, тема габаритов тоже весьма интересная. Vita меньше Switch'а. А значит, что вы сможете без проблем засунуть консоль в карман и продолжить гейминг условно в дороге. Однако, я хочу от себя выделить, что за всё время владения портативными консолями, я ни разу не переносил консоль в кармане. Я просто брал PSP, либо Vita и банально клал её в сумку. Портативные консоли много места не занимают, и достаточно докупить чехол для портативки, и вы сможете спокойно подобным способом переносить портативные консоли. Однако, люди разные, быть может кто-то выбирает портативку, исключительно ориентируясь на размер карманов и консоли, чтобы не было никакого дискомфорта. В любом случае, и карманы разные, поэтому габарит это весьма интересная тема. В любом случае, потреблять контент с большого экрана лучше, и экран на Switch'е действительно больше, чем на Vita. Плюс, консоль сама по себе большая, и кнопки вместе со стиками также больше именно на Switch'е, что автоматически говорит нам о том, что Switch'ом будет пользоваться удобнее. Да, Vita также пользуется Comfort'а, это весьма себе удобная сбалансированная портативная консоль. Но в любом случае, пользоваться Switch'ом приятнее благодаря габаритам этой консоли. Но на самом деле, это всё индивидуальное. Для кого-то большой экран, это плюс, для кого-то минус. Поэтому, конечно, решайте сами, что для вас лучше и почему. Однако, данные моменты сдать необходимо. Если габариты вам действительно важны, то, быть может, стандартный Switch'е это не ваш вариант. Так как консоль действительно весьма большая, но тем не менее, мы продолжаем. Сейчас мы будем говорить про PS Vita Slim. Консоль стала легче и тоньше, чем Fetka. Светящаяся кнопка PlayStation, которая мне опять же нравилась, стала не светящейся. Но основные отличия, конечно, заключаются в другом. Экран Slim'ки изменили на IPS, и цвета стали менее насыщенными. Это привело к ухудшению изображения. Но на практике, что на Fetka, что на Slim'ке практически одинаковое изображение. Конечно, если положить перед собой две этих консоли, то отличия вы увидите. Но это всё в любом случае не критично. Замена экрана привела к увеличению работы. Но, как я уже говорил, в любом случае, вы не сможете играть больше 6 часов на любой портативной консоли. Если вы, в принципе, желаете подобно заниматься, то просто приобретите Powerbank. И вы автоматически забудете про данный дискомфорт. Плюс у Slim'ки изменился порт для зарядки, он стал обычным microUSB. У Fetka же был специальный разъём. И в случае потери, либо порчи кабеля, на Теново было весьма проблематично. Однако, с приходом PS Vita Slim'а данные проблемы можно было забыть. Так как здесь, опять же, распространённый для того времени microUSB. Но огромное отличие для того времени было связано с наличием встроенной памяти у Slim'ки. Да, всего 1 гигабайт. Но в любом случае, это лучше, чем ничего. У Fetka Vita не было встроенной памяти, и вам приходилось докупать специальную карту памяти, чтобы сохранять и непосредственно устанавливать игры на консоль. Однако, в любом случае, в наши дни это просто приятный бонус. Так как на торговых площадках данные консоли продают уже с флешкой. Поэтому в наличии гигабайтной встроенной памяти, я думаю, мало кто нуждается. Кнопки PlayStation, Select и Start стали круглыми. Данное решение, в принципе, неплохо смотрится в этой ревизии. Но в любом случае, Slim'ку взять можно. Консоль сможет удовлетворить ваши потребности. Вы прекраснейшим образом будете проводить время в годных проектах Vita. На самом деле, нет смысла гнаться за какой-то определенной ревизией Vita. Ведь в любом случае, что Fetka, что Slim'ка, это потрясающе портативные консоли. Да, на Slim'ке экран чуть хуже, но это не критично. В любом случае, эти две портативные консоли выполняют одни и те же функции. Хотя плюс этой ревизии, конечно, заключается в том, что у консоли увеличились области на задней сенсорной панели для держания консоли. И тем самым Vita стало еще удобнее пользоваться. Плюс вы избегали случайно нажатия на сенсорную панель. Еще Vita можно использовать как второй геймпад для PS4. Причем неважно, Fet это будет консоль либо Slim. Быть может, в будущем и для PS5. Однако, я никогда подобным не пользовался. Но в любом случае, многие, как мне известно, покупали PS Vita как раз-таки как второй геймпад для PS4. Ведь портативная консоль стоит примерно столько же, сколько и четвертый DualShock. Поэтому многие, понятное дело, покупали консоль и использовали ее как дополнительный геймпад. Конечно, еще выходила PS Vita 3G. Но кроме символа ткатом ничего нового не было. Поэтому останавливаться на этой консоли не стоит. Ну и конечно же, остается последняя портативная консоль Nintendo Switch Lite. Опять же, здесь чуть интереснее, чем с Vita. Ведь помимо уменьшения габаритов консоли, Switch Lite стал полностью портативным. Теперь вы не сможете подключить консоль к телевизору. И в таком случае сравнение становится интереснее. Ведь теперь мы сравним исключительно портативные консоли. У Switch Lite неплохой экран диагональю 5,5 дюймов. К слову, в обычной версии Nintendo Switch диагональ экрана достигала 6,2 дюйма. Да, произошло небольшое уменьшение. Однако в любом случае экран Switch Lite больше, чем у любой версии PS Vita. У вида же экран достигает всего 5 дюймов. Я хочу сказать, что играть удобно даже на Vita, не говоря про Nintendo Switch Lite, у которого диагональ экрана на полдюйма больше. При этом у Switch Lite мы все так же можем портативно наблюдать 720p. И опять же, это разрешение выше, чем у любой PS Vita. То есть 720p для портативной консоли это вполне себе отличное разрешение, которое вряд ли будет вызывать у вас дискомфорт. Также у Switch Lite стал выше PPI. И картинка тем самым стала четче, чем у обычной версии Switch'а. PPI достигает 267, в то время как у Vita он 220. То есть опять же Switch Lite по всем показателям превосходит Vita. Но это совсем не удивительно, так как между этими портативными консолями огромная разница в возрасте. PS Vita Fet вышел в 2011 году, в то время как гибридный Switch в 2017. В то же время Slim Covita вышел в 2013 году, а Switch Lite в 2019. То есть я думаю вы понимаете, что данные отличия естественны. Между этими консолями опять же огромная разница в возрасте. Но тем не менее, что на Switch'е, что на Vita картинка отличная и четкая. Однако какой выбрать Switch? Если с Switch'ами все просто, то здесь конечно нужно исключительно наталкиваться от того, что вам необходимо. Если вы желаете не просто играть в портативе, но еще использовать Switch'и как домашнюю консоль, то конечно обычный классический гибридный Nintendo Switch это ваш вариант. Консоль подарит вам гибридность и вы будете наслаждаться полноценным домашним геймингом. И плюс портативный гейминг также никуда не пропадет. Switch Lite сможет вам предоставить исключительно портативный гейминг. Консоль нельзя подключить к телевизору. Но если допустим у вас дома имеется ПК, либо консоль, в которую вы играете понятное дело дома, то Switch Lite в таком случае есть смысл приобрести. Вы будете использовать консоль вне дома, допустим в разных поездках и так далее. Но в любом случае я ответил максимально коротко. Если вы желаете увидеть полноценное сравнение Nintendo Switch и Switch Lite, то не забывайте подписываться на канал и писать об этом в комментарии. Ну а мы конечно же продолжаем. Про ревизию всех консолей мы с вами поговорили. Что видно, что Switch обладает своими уникальными фишками. И консоли в любом случае отличные. Однако я хотел бы поговорить про игры этих портативных консолей. На Авито выходило немного громких игр. Однако неплохих проектов здесь хватает. Если вам нравятся шутеры, то стоит начать с игры Killzone. С графической стороны данный проект способен удивить даже в наши дни. Это эксклюзив PlayStation и признает, что абсолютно в любой части Killzone графон на потрясающем уровне. Для портативной консоли данный проект конечно же восхитительный. Если вы играли в прошлой части Killzone и игра вам понравилась, то обязательно попробуйте поиграть в данный проект. И быть может эта часть станет для вас эталоном. В любом случае игра годная и заслуживает вашего внимания. Конечно следующая игра это Fighting Mortal Kombat. Девятая часть была новинкой, когда данная игра вышла на Виту. Проект даже сегодня выглядит неплохо. Да, графика конечно же отличается от домашних консолей, таких как PS3 и ящик 360. Однако в любом случае для портативки 2011 года это неплохой результат. И как и объяснили разработчики, ухудшение графики привело к 60 FPS. Да, 60 FPS это отлично. И немного проектов на Вите могут показывать такой результат. В любом случае о играх много говорить не стоит, так как это совершенно разные консоли разных эпох. Однако последний годный эксклюзивный проект я назову, это игра Uncharted. Если вы прошли все части Uncharted, которые вообще выходили, то прикоснуться к портативной версии Uncharted стоит абсолютно в любой момент, так как это действительно крутая игра. Я говорил в начале видео про особенности Виты, которые связаны с задней сенсорной панелью, гироскопами и так далее. Uncharted будет часто вам демонстрировать данные фишки. И играя в этот проект и понимаешь, что в твоих руках инновационная новая портативная консоль от Sony. Сама игра также отличная, графонистая и вашего внимания заслуживает. Теперь мы перейдем к играм Свитча. Из шутеров я могу выделить Метро. Да, это не совсем шутер, однако элемент шутера в данном проекте присутствует. Игра очень крутая и ваше внимание заслуживает 100%. Если вы играли условно в Сталкер и ищите примерно такую же игру, то обязательно попробуйте Метро. Проект весьма интересный для портативной консоли, даже графонистый. И очень отлично, что на Свитч вышла не одна какая-то часть, а Метро Redux, который включает в себя Метро 2033 Last Light. Данные проекты очень потрясающие, ваше внимание заслуживают. Тем более в портативе поиграть в Метро однозначно стоит. Графика на Свитча приятная для фанатов этой игры, выход проекта на Свитч безусловно плюс. Конечно, следующий проект это не 9-й Mortal Kombat, а 11-й. Данные игры, как вы понимаете, также заслуживают вашего внимания. В плане графики здесь все отлично, картинка плавная и приятная. Если вы являетесь любителем файтингов, то и проходить мимо 11-й части Mortal Kombat вы вряд ли станете. Игра очень интересная, с хорошей историей и боевой системой. Mortal Kombat в принципе знают все, поэтому прикоснуться к этой игре стоит однозначно. Но и пусть последней игрой станет Mario Kart. Это увлекательная игра, которая понравится многим. Если вы ничего не слышали про Mario Kart, то быть может про Crash Team Racing вы что-то дослышали. В любом случае это два весьма качественных проекта, которые заслуживают вашего внимания. И в принципе о играх мы с вами поговорили. Однако я хочу затронуть еще и эмуляцию. На видео вы можете без проблем запускать игр PSP и PS1, что автоматически делает эту консоль мегавыгодной. Ведь если вы условно не были знакомы вообще никогда с портативными консолями, то покупая Vita вы не просто открываете для себя мир игр самой Vita, а еще и огромнейшее количество игр PSP и PS1. Switch также может эмулировать данные консоли. Поэтому на Switch также доступны хиты PSP и 1 PlayStation. Можете кликнуть по подсказке вверху и посмотреть видео на тему PSP, если вы ничего не слышали о данной портативной консоли. Однако в каком случае стоит приобрести ту или иную портативную консоль? Vita стоит заметно дешевле Nintendo Switch. Я рекомендую вам начать именно с этой портативной консоли, если вы никогда не играли на портативках. Вы просто желаете узнать о портативной консоли, это вообще мое? Вы прикоснетесь к неплохой библиотеке игр PS Vita, и бонусом сможете поиграть в игры PSP и PS1. Но если допустим у вас уже была Vita, либо вы взяли у друга Switch и консоль вам понравилась, то покупайте конечно Switch, так как вы уже знаете, что портативный гейминг вам близок. В любом случае ничего годного на Vita больше не выйдет. Да, Max Payne и GTA возможно уже портировали на Vita, но в любом случае это последние игры, ничего громкого больше не выйдет. Библиотека Switch'а же активно пополняется годными проектами. Но в любом случае это совершенно разные консоли с разными играми, с разной историей и разным ценным диапазоном. Я назвал плюсы и минусы той или иной портативной консоли. В любом случае выбор будет за вами, поэтому мы плавно переходим к заключению данного видео. По SVita я рекомендую покупать как первую портативную консоль. Вы не были знакомы с играми этой консоли. Здесь весьма немного качественных игр, однако годноты в любом случае хватает. Вы сможете прикоснуться к четырем частям года 4. Это один из главных эксклюзивов PlayStation. Пройти данные проекты плюс-минус понимать, что вас ждет, если вы условно пропустили домашнюю консоль PlayStation. Switch, так как он стоит недешево, я могу порекомендовать только тем людям, которые знакомы с портативными консолями. Вы весьма часто куда-то ездите и при этом не против гейминга в дороге. На Switch активно выходят игры в наши дни. Плюс даже сейчас библиотека Switch'а полна годноты. Если вы желаете, чтобы я сделал видео на тему игр Switch'а, то конечно же подписывайтесь на канал и пишите комментарии. В любом случае выбор останется за каждым из вас. Я назвал плюсы Switch'а и плюсы Виты, но решать конечно же вам. Остальные не забывайте подписываться на канал и группу канал ВКонтакте. Следующее видео как обычно очень скоро выйдет, поэтому мы также с вами скоро увидимся. Но в любом случае всем пока.